Около 500 студентов и более 10 тысяч зрителей онлайн-трансляции. В Москве прошел всероссийский финал международного студенческого технологического конкурса Imagine Cup 2012. В лидеры вышли 10 лучших команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Челябинска, Саратова и Томска. Они-то и поборолись за билет в Австралию, то есть путевку на международный финал, который состоится в июле. Среди проектов было немало интересного. Так, например, питерская команда RTC Team приехала с системой оптического зрения для слепых на основе Kinect. Это как собака-поводырь, только лучше. Находит препятствия, советует, как их обойти, распознает слова, бар-коды и узнает людей. До препятствия менее метра. До препятствия менее метра обход справа. Работает пока несовершенно, но изобретение определенно полезное, хоть задумка и не нова. Москвичи из UpGrinders на сцену вышли с чебуратором. Программно-аппаратный комплекс Child Monitor они интегрировали в игрушку. Согласно их идее, система должна наблюдать за ребенком, фиксировать моменты радости и грусти, анализировать и ежедневно отчитываться. Карты настроений сопоставляются с календарем и выявляются закономерности. В теории, так даже можно диагностировать заболевание на ранней стадии или вовсе его предотвратить. Эта разработка жюри понравилась. Команда завоевала второе место в основном конкурсе программных проектов. Кроме победителей в основном конкурсе, также были выбраны лучшие команды в специальной номинации от представителей СМИ Media Award. Судейство в которой было отдано экспертом из ведущих российских изданий, в том числе и хай-тек Mail.ru. Второе место получил московский проект Child Monitor, а тройку призеров завершила команда из Саратова с моделью коллективного поведения роботов для разминирования полей. Кроме металлодетекторов, прототип робота-сапера встроен так называемый электронный нос, улавливающий запах газа и множество датчиков. Работает система, разумеется, на базе технологий Microsoft. Самым же интересным и перспективным проектом, по мнению не только медиа-жюри, но и основной судейской команды стал проект MD Voice от Bonjour Development из Томска. Всем привет! Мы команда Bonjour Development. Мы из Томска. Приехали мы из далекой-далекой Сибири. И, как многие здесь собрались, мы пришли, чтобы поделиться своими идеями, чтобы сделать наш мир лучше. Хотя бы на чуточку. И я считаю, что нам уже надо всем поаплодировать за это. Ну что ж, наш проект называется MD Voice. И основная его суть — это диагностика речевых заболеваний на ранних стадиях. Давайте я это продемонстрирую, как это происходит. То есть теперь ожидаем ответы от системы Он говорит все окей, с моим голосом все в порядке, это здорово Но здесь также есть личный кабинет где мы можем также посмотреть отношение нормы к патологии У меня сейчас стопроцентная норма то есть отлично, все стопроцентное здоровье Ну и статистика есть. Статистика, она больше важна не то чтобы пациенту, а врачу. То есть врач может посмотреть статистику и сделать какие-то выводы по развитию болезни, то есть как она происходила в динамике. Как это работает? Есть три модуля. Первый – обрабатывает сигналы, вычисляет параметры. Второй модуль расположен в облаке – это модуль статистики и хранения данных, плюс private office – модуль, который позволяет врачам и пользователям наблюдать за состоянием здоровья. Один из векторов развития этого проекта – встраивание системы в другие сервисы, где так или иначе используется голос. По задумке разработчиков, это позволит упростить задачу отслеживания возможных заболеваний, в том числе таких страшных, как рак гортани, в фоновом режиме. Согласно расчетам команды, гипотетических пользователей не больше, не меньше, а 432 миллиона. Мне кажется, мы сделали довольно легкую презентацию. Все, я думаю, все поняли. Мы не стали нагружать их своей архитектурой, своими какими-то, не знаю, кодами, алгоритмами. Сделали все достаточно легко, весело, непридужденно. Наш ролик в начале выступления задал атмосферу такого некого шоу, позитива. Искра может в наших глазах вера в свой проект, в первую очередь в себя. Ну, достаточно много сказала, и жюри поверила нам, что мы достаточно долго работаем над проектом, и мы верим в его реализацию. Благодаря этому мы как раз победили сегодня. Ну, и, конечно, благодаря проекту разработали. В Австралии уже они отправятся не одни. Свой билет на финал получили победители творческого конкурса, который был организован при поддержке хай-тек Мэйлру. Евгений Ромин с проектом «Пробки на дорогах» и Яна Куранова с работой «Безопасность детей на дорогах».